Полный вперед! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим еще об одной интересной теме, о теме психологии и экстрасенсорики. Как они связаны между собой, или же это совсем разные вещи и никакой связи нет. Очень часто в моей жизни встречаются люди, в последнее время среди них есть психологи, которые называют себя профессиональными, которые закончили какие-то учебные заведения высшие. И они считают, что психология никоим образом не связана с экстрасенсорикой. Более того, я встречала мнение, что экстрасенсорика скомпрометирует некое имя, которое они создали себе на рынке как психологи. Вы знаете, у меня есть обратный опыт, когда люди, которые имеют врачебное, например, психотерапевтическое образование, либо же являются психиатрами-наркологами, либо, 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 то есть это люди достаточно известные, действительно известные в Минске, они не то, что не обрезгуют экстрасенсорикой, они очень глубоко изучают многие темы для того, чтобы встроить их в жизнь, для того, чтобы более качественно оказывать помощь человеку. Ну вот, смотрите, буквально совсем недавний звонок телефонный, когда человек звонит и требует срочно экстрасенса. И когда задаешь вопрос, что случилось, у человека всегда есть какая-то своя собственная проблема. Среди этих проблем наиболее часто называемые либо панические атаки, либо срочно требуется гипнотизер, чтобы найти какую-то вещь, либо, ну, вспомнить, где оставил эту вещь, для этого найти, либо это депрессия, сейчас очень много депрессивных расстройств, либо это вылечите моего знакомого, друга, мужа, брата от онкологии. И видите ли, каждый раз, когда я сталкиваюсь с какими-то вот, ну, я перечислила вот то, что было за последнее время, чаще всего вот мне встречалось, кто звонил, видите ли, чтобы направить человека для того, чтобы ему была оказана качественная помощь, мне приходится зачастую стоять перед выбором, к кому отправить. Если я отправлю человека просто, например, в психиатрическую лечебницу, он туда не доедет. Ну, скажи здоровому человеку сегодня в Минске, слушай, тебя направили в новинки, человек туда не поедет. Когда говоришь, что в новинках работает очень хороший специалист, и вы с ним подберете методику, это может быть экстрасенсорная методика, а может быть не экстрасенсорная, а может быть клиническая, и уже на месте человек приезжает, и врач с ним разбирается, психотерапевт, либо когда отправляешь к психологу, с психологом уже вдвоем человек подбирает инструменты, какими инструментами будет работать. Если человек убежденный, скептикой говорит, что ему не подходит никоим образом психоанализ, и это ерунду, он заниматься не будет. Конечно, он не будет заниматься. А если вы ему вместо психоанализа предложите тетахилинг, то вполне возможно, что он будет заниматься с удовольствием. Поэтому, вы поймите, нету разделенных сегодня психотехник. Когда я слышу, когда человек, считающий себя компетентным, говорит о том, что вот эта техника ерунда полная, отстой, а вот эта техника супер-супер-супер, понимаете, техники – это лишь инструменты. Инструменты, которые на сегодняшний день помогают либо ускорить процесс восстановления решения каких-то проблем человека, либо замедлить. И вообще, одни инструменты подходят одним людям, другие инструменты подходят другим людям. И сегодня, если у профессионала много инструментов, то свою помощь он оказывает значительно качественнее. В то же самое время, если посмотреть на экстрасенсов, экстрасенсы могут сказать, ну так что, вы вообще нас затерли, нас не считают за людей. Уже и государство так себя проявляет по отношению к ним. И вот тут еще и вы говорите, что вот все психотерапия, все тут психология, а экстрасенсорика как таковой нету, тут экстрасенсам места нету. Нет, дорогие мои, в нашей жизни есть место и экстрасенсам. Причем это место значительное, потому что что такое экстрасенсорная чувствительность? Это сверхчувственное восприятие, это более развитый чувственный аппарат человека. И зачастую экстрасенс может выдать человеку информации значительно больше, чем выдаст психолог или психотерапевт. Иногда человек не нуждается в психотерапевтической помощи в прямом ключе, но в то же самое время он нуждается в ней в косвенном ключе. Так приходит, например, к астрологу. Так приходит, например, к человеку, когда ищут пропавших без вести. Вот человек не может жить, ему надо знать, у него есть тревога, звоночек, тревога. А вдруг этот человек пропал, ему надо найти близкого там и так далее. Он не знает, жив он или мертв. Или есть разные варианты. И вот попадая, либо он беспокоится за свое будущее, как сложится будущее его или его ребенка. Это определенное состояние тревожности, когда, если он придет к профессиональному, например, психологу или психотерапевту, то он не получит искомого. Но придя к астрологу, он имеет искомую информацию. Он имеет искомое запрашиваемое спокойствие. Он имеет удовлетворение от проделанной работы. И вот в этом ключе, когда экстрасенсы недообразованные начинают говорить, что в твоей жизни вот там зло тебе придумал тот-то, и там навел на тебя порчу, или там сглазил, или там, или там, и начинают гнать негатив человеку в уши. Так вот, господа, вот этим вещам еще надо учиться. Учиться, как подавать информацию своим клиентам. Клиента ни в коем случае нельзя травмировать еще глубже. Информацию надо выдавать таким образом, в котором он может, в том варианте, в котором он может эту информацию съесть и быть сытым. Не быть еще более раздраженным, быть еще более голодным, еще более искать какой-то помощи. Наоборот. Но видите ли, так уж получается сегодня, что когда человек стартует из понимания, что деньги решают все, то психологу выгодно проводить гештальт, потому что, или там психоанализ, потому что вместо одного сеанса конкретного, глубокого используя экстрасенсорной техники, да, мало того, что надо вложить в свое обучение, так еще приходится укорачивать. Так ты десятку сеансов дал, через десятку сеансов ты человека на год на эту терапию посадил. И человек уходит счастливый, только успевает рассчитывать. А психологи потом говорят, а зарабатывать нам на чем? Мы же вложили в свое образование точно так же экстрасенсы, которые начинают человека гнать обман, прямой обман вешать, что вот тут у тебя порча с глаз, я тебя тут отведу, ты должен столько-столько раскручивать его на дурные бабки. И после этого человек чувствует себя обманом, обманутым. Экстрасенсов после этого заносят и относят к криминальным структурам, и в этом есть смысл, потому что изначально образ экстрасенса-психопата создавался кем? Криминальными структурами, либо с их подачи, да. То есть это был обман, внесенный в наше общество. Но это случилось, и сегодня мы имеем то, что мы имеем, и поэтому наше дело, как нам проявлять себя с человеком. Вы можете взять за свой сеанс дорого, вы можете взять дешево, это вопрос вашей оплаты труда. А вполне возможно, что вы просто за те же самые 10 сеансов проработаете не поверхность, а глубину, и человек будет доволен, и он сам будет знать, когда к вам обратиться. И видите, здесь тонкая грань получается. Если психолог или экстрасенс, или психотерапевт, по сути дела, обладающий теми или иными способностями, знаниями, сочетающими, сочетающие вот все эти варианты работы, как единое лицо, если он действительно качественный и профессиональный, то он однозначно стоит дорого, с одной стороны, а с другой стороны, у него всегда будет клиентура, потому что она видит, что он искренен с ней, что он действительно старается помочь, а не раскручивает на деньги. А вот ведь люди, они же чувствуют, они все чувствуют, они четко знают, если ты его обманываешь на деньги, то он в следующий раз к тебе не придет, и он не даст тебе больше рекомендаций, и ты можешь сколько угодно вешать лапшу насчет того, что там за 10 сеансов ты спасешь его внутренний мир, но человек будет знать, что это обман, потому что вы сами закладываете этот обман в проявление с человеком. Вот я сказала как-то много, достаточно сумбурно, подведем черту. Итак, первое при взаимоотношениях с людьми искренность, второе профессиональность, это когда вы можете выбрать из большого количества инструментов тот инструментарий, который подойдет данному конкретному человеку. Если данному конкретному человеку наилучшим образом подходят экстрасенсорные инструменты, их лучше всего использовать. Подходят психотерапевтические, их лучше всего использовать. А еще лучше всего сочетать на результат. Чем лучше результаты у человека, тем больше людей он приведет к вам, тем дороже будет стоить ваш сеанс, и вы никогда не потеряете. Бог всегда вас вознаградит за вашу честность и искренность. Но это будет лишь в том случае, когда вы не будете стремиться обманывать людей. Вот как-то так. И видите ли, здесь не произошло разделение психологии, психотерапии, экстрасенсорики. Мы говорим разной лексикой об одном и том же. Подумайте на эту тему, помедитируйте. И возможно, категорические рассказы о том, что я профессионал там, а я профессионал там, это лишь понты, которые не дают вам нормально воспринимать себя в этом мире. Гармонично воспринимать себя в этом мире. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok